По-настоящему летняя жаркая погода установилась на Алтае. Местами воздух прогревается до 35 градусов. В интернете многие эксперты называют майскую жару аномальной. Причем тепло, по прогнозам синоптиков, продлится еще несколько недель. Так является ли аномалией столь ранняя весна, расскажет Полина Жданова. Она сейчас у нас в студии. Полина, здравствуй. Ну, понятно, факторов много, но, к примеру, повлияет ли такая жара на пассивную? Здравствуй, Андрей. Да, синоптики говорят, жаркий апрель и май нетипичны для наших широт. Впрочем, необычно теплой в этом году выдалась и зима. Поэтому 30 градусов жары с начала мая – не первая погодная аномалия в этом году. Жара пришла к нам, по словам синоптиков, из Средней Азии и продержится она достаточно долго. Это напрямую влияет на растения. Тополиный пух, например, уже полетел, а должен был не раньше начала июня. Это достаточно редкая вот такая ситуация. Ближайшая, подобная была в 2001 году. Такая погода, она чревата тем, что у нас сдвижка в этом году всех процессов цветения, зелени, появления и так далее, где-то на две и больше недели раньше срока. И не исключен возврат холодов. Климатологи вторят синоптикам, утверждая, что лето, вероятно, окажется холодным, даже с небольшими заморозками. Больше всего это может навредить дачным посадкам и сельскому хозяйству. Но пока жаркие дни аграриям только на пользу. Посевной сезон начался на две недели раньше обычного. Сейчас с нами на связи Александр Траутвейн, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия имени Титова в Косихинском районе. Александр Викторович, здравствуйте. Действительно ли в аграрии в этом году рано занялись посадками? Здравствуйте, да. 23 апреля реально овес начали. Обычно начинали там где-то 1-2 мая. И горох раньше сеять начали. Яровую пшеницу начали сеять 5-6 мая. А раньше сеяли с 11-12. И гречиху планируем, наверное, с 15-16 начать сеять. Раньше с 25-го. Спасибо, Александр Викторович. А мы продолжим о жаре. Кстати, о аграрии рассказали, что главное, чтобы летом не было минусовой температуры и засухи, которая уже настигла степные районы края. А остальное для урожая не страшно. Сейчас погода улыбается Бийскому, Залесовскому, Косихинскому и ряду других районов. Там и тепло, и дожди. В Барнауле дождей нет. И многие наверняка уже мечтают позагорать и искупаться. Но МЧС советует не торопиться. Например, в Барнауле еще нет ни одного проверенного водоема. Пляжи на данный момент в регионе, конечно, закрыты. И пока неизвестно, когда они откроются в связи с эпидемической обстановкой. Но подготовительная работа уже ведется. Перед органами местного самоуправления такая задача стоит, чтобы при возможности процесс открытия не был затянут. К примеру, Барнаульский городской пляж начал подготовку на неделю раньше обычного. Открытие купального сезона запланировано на 12 июня. Из оставшихся работ – чистка дна и облагораживание берега. Вода быстро нагревается, и на песке уже появились первые отдыхающие. И это несмотря на то, что в воду заходить нельзя. И вообще пляж официально закрыт. У нас стоят знаки. Купаться запрещено. В ежедневном режиме у нас выезжают специалисты, которые следят и ограничивают, составляют административные материалы. Тем, кто не слушается, мы не допускаем массового скопления здесь и ограничиваем проезд сюда. Отметим, что со слов заместителя главы администрации Центрального района дорогу к пляжу специально испортили, чтобы не было возможности проехать. Тем не менее, отдыхающих это не смущает. Анатолий Владимирович рассказал, что штрафовать их пока не будут. Ограничиться предупреждением. Если купаться еще нельзя, то загорать и греться на солнце разрешено. И для этого не обязательно ехать на пляж. Можно и на даче, тем более для садовых работ сейчас самое удачное время. Главное по пути к местам отдыха избегать массового скопления людей и не пренебрегать защитными средствами. Как от вируса, так и от прямых солнечных лучей. На этом у меня все. Передаю слово Андрею. Спасибо, Полина. Мы продолжим.